Привет, это Технозон. И сегодня мы с вами снимем ролик о бесплатном Microsoft офисе. И это не тот офис, который нужно активировать через какие-то ключи, активаторы и еще какими-нибудь обходными путями, к которым мы привыкли. На самом деле, это очень хорошая новость. Совсем недавно Microsoft разрешил пользователям пользоваться базовой веб-версией Microsoft офиса. Зачем это нужно, скажите вы? Да все очень просто. Дело в том, что очень многие себе не могут купить Microsoft и еще больше людей даже не будут заморачиваться, скачивать его с каких-то торрентов, активировать. И к тому же это все незаконно. Использовать какие-то аналоги типа Google Docs или LibreOffice, все мы прекрасно понимаем качество этих продуктов и не всегда они нас удовлетворяют. Так вот, сегодня мы с вами посмотрим, что же это за продукт, что же нам предложил Microsoft и стоит ли на него обратить внимание. Но перед тем, как перейти к нашему компьютеру, я хочу напомнить, что на нашем канале разыгрывается вот такая вот красавица. Это видеокарта GeForce RTX 2060 OC Gaming Edition. Все условия в описании под видео. Переходим, смотрим, участвуем. И для того, чтобы вы не пропустили все наши дальнейшие обзоры, самых интересных гаджетов, девайсов, сервисов, программ, да еще очень много интересного будет у нас на канале. Я советую вам нажать подписаться и колокольчик. Ну а также в описании под видео есть ссылочки на наши паблики Viber, Facebook, ВКонтакте, Телеграм-канал и мой личный Инстаграм, кому интересно. Ну что ж, а сейчас я вам говорю хавабанга, ребята, поехали. Это же Бубльгум. И что же это за такой офис? Для начала мы с вами идем в Microsoft Store. Я вам сразу оговорюсь, это все работает на Windows 10. Если у вас Windows 8.1 с Microsoft Store, пробуем, скорее всего, там это тоже работает. К сожалению, Windows 8.1 нет. В поиске мы указываем мой офис. Просто вот он первый вываливается в поиске. Для Украины это будет Mi Office. Для англоязычного населения это будет My Office. Все это будет отлично работать. Просто введите на вашем языке. Заходим в приложение. У меня оно уже установилось. Но дело в том, что оно сейчас скачивает, скорее всего, обновление. Буквально одну секунду. И мы просто с вами нажимаем запустить. Очень много всего. Мы видим иконки вверху. Для того, чтобы создать документ, мы с вами просто идем и нажимаем создать. То, что бесплатно нам предлагается. Документ Word, книга Microsoft Excel, презентация PowerPoint, исследование Forms и страница Sway. Для того, чтобы бесплатно использовать этот самый офис, вам понадобится Microsoft Account и OneDrive. Обязательно OneDrive. Дело в том, что Microsoft дает бесплатно достаточное количество гигабайтов, чтобы вы могли бесплатно работать с офисом. И регистрация Microsoft Account не составляет абсолютно никаких проблем. Я вообще использую Microsoft Account для входа в Windows. Очень отличный офис. Нажимаем создать. И вот такой вот документ в Microsoft Office у нас открылся. И да, действительно, это обыкновенный Word Online от Microsoft. Вы можете редактировать. Все отлично работает. Кстати, я думал, что веб-версия не будет работать так быстро. Что же у нас есть в веб-версии? Вставка, фактически это все те же самые, но облегченные функции. То есть, оформление немножечко другое. Скорее всего, здесь нет каких-то сумасшедших графических вставок, но вы можете использовать данную версию Microsoft Office абсолютно бесплатно. Это базовая версия, которая хорошо работает. Для того, чтобы сохранить, можете выбрать сохранить как. Сохранение в OneDrive. Скачать копию, это значит, что вы сохраните на своем компьютере. Скачать в формате PDF и ODT. Супер. Также здесь есть ответ на вопрос, где кнопка сохранить. Дело в том, что ее здесь нет, так как автоматически все сохраняется в OneDrive. Если сейчас вы откроете свой OneDrive, вот, пожалуйста, то мы здесь в файлах увидим открытый файл. Вот он. Который мы сейчас с вами наредактировали. Вот, пожалуйста, этот файл открытся. Давайте же посмотрим, что нам предложат Microsoft Excel. Как раз он уже загружается. И это, это привычно нам Excel. Вы знаете, такой себе формат Microsoft Excel 2012 года. Онлайн, при этом совершенно бесплатно. И мы не должны с вами ломать голову с регистрацией этих самых Microsoft продуктов. Вы просто можете это использовать. Слушайте, супер. Фактически, для того, чтобы нам открыть какую-то таблицу, которую вы создавали ранее, вам достаточно загрузить эту таблицу на свой OneDrive. В принципе, вы можете использовать клиент в виде папки. И все это будет выглядеть просто как папка на компьютере. И все будет синхронизировано. Давайте попробуем в папку OneDrive просто вставить какой-либо документ. Вот, вставил документ 070416. Давайте попробуем из OneDrive открыть этот самый файл. Нажали, он открывается в версии Excel Online. И он открылся в том виде, в котором у меня было это ведомое сдвижение наличных денежных средств за какой-то год. Это, смотри, какая-то очень далекая прошлая работа. Все супер. На самом деле, у него потензи нет. Что нам может предложить PowerPoint? Презентации. Кстати, PowerPoint вообще очень похож на доступную версию. Вы можете делать презентации со своим оформлением. В PowerPoint есть конструктор, есть переходы, анимация, лицензирование. Слушайте, ребят, на самом деле, все супер. У меня нет цели сейчас показывать вам функционал самой программы. У меня есть цель вам показать, как получить бесплатный доступ именно к этому Microsoft Office в веб-версии абсолютно бесплатной. То есть, первое, мы используем с вами OneDrive. Второе, мы используем с вами аккаунт Microsoft. И третье, мы просто загружаем приложение MyOffice. Если вы будете использовать верхние иконки, вы можете получить доступ к последним отредактированным файлам, закрепленным, в общем. То есть, здесь действительно отличный функционал. Можете нажать кнопку «Добавить» и «Открыть». Это значит, что вы будете открывать файл, который лежит у вас непосредственно на диске. Давайте посмотрим, который у нас лежит на диске. Само OneDrive. Вот мы нажали, и он отправлен теперь в отдельное окошко. Тот же самый Microsoft Excel в веб-версии. На самом деле, это работает все супер. Что ж, в принципе, у нас цели и не было рассматривать функционал самого офиса. Функционал офиса – это совсем другая тема, и это уже будет похоже на лекцию. У нас была цель разобрать правдивость новостей о том, что Microsoft открыл веб-версию офиса бесплатно. И да, это так. Теперь я вам честно скажу, что Google Docs, LibreOffice – они просто отходят на задний план. Вам не нужно платить для того, чтобы использовать веб-версию офиса. Но есть одно «но». Для того, чтобы ее использовать, вам нужен интернет. Без интернет вам необходимо использовать версию Office 365, либо Microsoft Office. Microsoft Office покупать я не вижу смысла. Мы с вами все прекрасно знаем, где это взять и как это активировать. Хотя я не призываю к этим действиям, потому как это уже будет операция. Что ж, на мнение команды Технозон таково, что данный продукт достаточно интересен для домашнего использования, либо для использования в малом бизнесе, в котором не нужны полноценные функции десктопных версий Microsoft Office. И если вам нравится то, что мы делаем, то ставим пальцы вверх. Если нет, то пальцы вниз. Мы на это не обижаемся. Подписываемся. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.